Всем привет! Я рад вас приветствовать на первой лекции курса, посвященном языку программирования Erlang. Эта лекция представляет из себя некоторую обзорную лекцию, в которой я расскажу немного о истории языка, о этапах его развития, о том, что же оказало влияние и кто стоял у его истока. После этого я хотел бы сделать небольшой обзор литературы, который поможет вам сориентироваться, с чего лучше начать, какую книгу стоит читать в первую очередь. Итак, откуда все-таки же появился Erlang и почему он появился? Какие цели преследовали время его создания? Так уж получилось, что зародился Erlang в стенах гиганта телекоммуникации в Ericsson, в лаборатории, посвященной Computer Science в середине 80-х годов. Стоит отметить, что Ericsson в то время поставлял по всему миру свои телекоммуникационные свитчи с ВТС. И одним из популярных, а это был бестселлер, был свитч с маркировкой AXE. Этот свитч представлял себя достаточно сложный и серьезный по тем временам набор аппаратур. Настройка программирования ПО для данного телекоммуникационного свитча требовала больших усилий и в то время программировалось все на языке Plex, разработанном в компании Ericsson. Plex был некоторым потомком языка Pascal, возможно, языка Lisb. Также в Ericsson была своя реализация Pascal или Pascal. Однако в какой-то момент времени сотрудники поняли, что писать ПО на том языке, на котором они пишут, достаточно трудоемко и весьма неудобно. Стоимость поддержки же разработанного ПО крайне высока. В результате чего и возникла необходимость поиска какой-то замены. Один из создателей, будущий руководитель группы, Бьерн Деккер, занимался исследованиями по разработке нового языка с 75-70-х годов. Бьерн проводил исследования популярных в то время языков, таких как Lisb, Пролог, Pascal и в ходе изысканий выделил ряд требований к разрабатываемому языку. В первую очередь, так как через телефонные свитчи проходил большой поток данных, ведь очень много людей общаются по телефону, язык должен поддерживать большое количество одновременных сущностей. Concurrent Activity. Также язык должен был за определенное время делать какие-то определенные задачи, соединять двух людей, например. Работа в режиме мягкого времени, soft real-time. Также язык должен иметь возможность работать на нескольких разнесенных устройствах, ну, либо на разнесенных компьютерах, объединенных в некоторую вычислительную сеть. Ведь телефонные свитчи и тески были модульные, многопроцессорные системы. То есть язык должен был обладать свойствами, которые сейчас принято называть Distributed Error. Также язык должен позволить писать ПО, которое будет надежно и безотказно работать большое количество времени. Ведь, наверное, грустно, если вы с кем-то говорите по телефону, а вас вдруг разъединились за ошибки. То есть программа спечения, разработанная с помощью языка, должно быть отказоустойчивым к разным сбоям. Fold Tolerant. Напомню, что в Erlang есть два термина. Fold и Failure Tolerant. Failure – это сработка ошибок на уровне железа, а Fold – сработка на уровне программного спечения. Язык должен позволять разрабатывать ПО, отвечающие требованиям Continuous Operation. В телекоме под понятием Continuous Operation понимается система, находящаяся в рабочем состоянии все или почти все время. Это порядка 99% времени. Однако из важных требований, предъявляемых к языку, гибкая и удобная система ПО на телефонных свитчах. А тесты других – это горячая замена кода без установки ПО, что сейчас называется HotCodeLoading, либо HotCodeSwaping. Я думаю, этот слайд вам знаком, вы видели его в прошлой лекции, когда я рассказывал о том, что же такое Erlang. По окончанию исследований о формировании базовых требований к началу 80-х годов, началась формироваться команда, которая написала такой прекрасный язык, как Erlang. Выководил командой все тот же Бьерн Деккер. А уже в 1985 году в команду влился основной идеолог, впоследствии основной разработчик Джо Армстронг. Чуть позже в команду влились Роберт Вирдинг и Майк Вильямс. Популярный в то время лист, Lisp, был заменен на Пролог, и Джо Армстронг написал свой первый интерпретатор, языка Erlang на языке Пролог. Интерпретатор был достаточно медленным, чуть позже интерпретатор был заменен переписанным на языке C, интерпретатором, и представлял собой абстрактную машину, которую называли Джо. Абстракт машин, сокращенно джем. Машина была стековая и заметно возросла ее производительность. В ходе эволюции языка язык брал какие-то лучшие черты других языков, так, например, на функциональную составляющую языка появляли такие языки, как ML, Miranda, Haskell и, конечно же, Lisp. Вклад в Concurrence, составляющую языка, сделали такие языки, как Ada, Modula и Chill. Все логические элементы. Ирланд позаимствовал из популярного в то время языка Пролог и его реализации Пролог. Одна из интересных особенностей языка, которую проводят многие идеологи, горячая замена кода, HotCodeLoading, HotCodeSwaping. Ее Ирланд позаимствовал из такого языка, как SmallTol. Но, несомненно, большое влияние на язык оказал, будучи в то время популярным в Ericsson, язык Flex. После разработки языка, часть СПО была переписана на новые ЭТСки и выпускались с СПО, переписанным уже на Ирланд. Чуть позже, когда язык стал достаточно зрелым, абстрактная машина Joe была заменена на абстрактную машину Beam, которая представляла из себя уже регистровую виртуальную машину. Где-то в промежутке между этими виртуальными машинами были разные реализации виртуальных машин, например, в ИИ Вирдинг Эрлэнк Энджайн. Это виртуальная машина Роберта Вирдинга, однако она не получила особого распространения. Вот эту прекрасную картинку я нашел в создателе языка в их презентациях и решил показать ее и вам. На низ, из стыб птичьего полета, прекрасно виден весь цикл разработки языка. Я предлагаю вам посмотреть в самую серединку, в Пайплайн Техник. В нем можно увидеть, что интерпретатор, написанный в языке Prolog, был достаточно длительное время использован в компании Ericsson, вплоть до 1992 года. Чуть позже был глобально заменен на Beam, хотя в то же время по интерпретаторам на Prolog существовала абстрактная машина Joe. Примерно в начале 90-х годов в Ирлэнк был добавлен механизм распределенности, а в 1994-м поддержка мультипроцессорности. И где-то в 1997-м появился, уже был сформирован стандарт Erlang 97. Разные команды внесли вклад в код Erlang в сам Erlang. Не только внутри компании Ericsson. Вы можете это видеть в последнем Пайплайне. Users. К примеру, в университете Упсала занимались разработкой системы типов и компилятором из байт-кода Erlang в машинный код. Эта разработка получила название Hype. Hype Performance Erlang. Важно заметить, что официальная дата рождения языка 1986 год, а первый выход в свет 1990. Только в 1998-м язык был лоден в Open Source и его разработка стала открытой. Но все-таки что же такое Erlang? Во что же вылилась его разработка и чем он стал и с чем он состоит? Ну, тут в очередной раз все просто. Erlang состоит из самого языка, из набора стандартных библиотек, реализующих работу со списками, строками и так далее. Из OTP-фреймворка, о котором я скажу позже. В курсе ему посвящена отдельная лекция. И из ERTS. В ERTS, например, находится компилятор самого языка Erlang. Входит виртуальная машина BIM, Erlang Ripple. В ERTS описан шедулер. В ERTS описана работа с памятью, сборщик мусора и так далее. Как я и обещал в начале лекции, сейчас я хотел бы рассказать о том, на какие же книги стоит обратить внимание и в каком порядке их лучше читать. В первую очередь начать стоит с книги «Learn some Erlang» Фреда Хебберта. Именно с этой книги я начинал изучать Erlang и я считаю, что пока это самая лучшая книга для начинающих из всех, что есть. Когда я читал эту книгу, она была еще не окончена и в то время представала из себя лишь электронный вариант. Но не так давно вышел печатный вариант книги, ее можно купить и наслаждаться бумагой и приплетом. Как недавно оказалось, сейчас идет ее активный перевод на русский язык. Также стоит прочитать книгу Джо Армстринга «Программинг in Erlang». Второе издание. Очень интересно посмотреть, как автор языка видит, как рассказывает о своем детище. Книга даст нам более глубокое понимание языка. Ее можно читать как первую книгу по Erlang, но я бы рекомендовал приступить к ней только после прочтения книги «Learn some Erlang», когда у вас уже сложится некое понимание и представление языка. Первое издание книги было частично переведено и доступно на GitHub. Достаточно интересно написана книга и легко читается книга Франческо Чезарини и Саймон Томпсона «Erlang programming». Книга доступна, кстати, на русском языке. Ее можно приобрести и опять-таки наслаждаться бумагой и переплетом во время чтения. Очень интересная книга «Erlang OTP in Action». Книга не для новичков. Это весьма серьезный труд, который стоит прочитать хотя бы для того, чтобы ориентироваться в OTP-фреймворке и всем, что с ним связано. Если же вы хотите начать сразу практиковаться, то я предлагаю вам обратить свое внимание на различные сдачи, собранные в книге «Etudes for Erlang» Дэвида Эйзенберга. Эта книга является продолжением книги «Introducing Erlang» с предыдущего слайда. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...